И Иешуа ответил, он сказал, служить Господу это верить в меня. И мы учили, что значит верить в него. И такой пример он давал с рукой. Кто-то помнит пример насчет руки? Кто-то помнит, Лиана, Миша и Виктор. Кто-то помнит. Иофи, все равно. Есть у нас церковь, что каждый день принимают витамин С. Вам нужно витамин С принимать. И нужно получить омега-3. И омега-3. Чтобы память лучше работает. Это значит зикарон. Кто-то помнит, что Леон учил и показывал пример насчет руки. Кто-то помнит. Я показывал руку. Кто-то помнит. Кто-то помнит вот эту руку. Кто-то помнит. Руку помнит о чем речь, Лаги помнит. О-кей. Есть шер как-то, «Тен мне яд, хавер». Есть такая песня, «Дай мне руку свой друг». Есть пять пальцев. И вот вера в Иешуа, это как пять. Можно добавлять, можно прибавлять. Но они избаврали, что это скир. Что нахуй нас скир. Что не скир. Но вот это вот оно помогает нам запомнить. В следующей неделе еще раз мы спрашиваем, кто помнит. Поэтому запоминайте хорошо. Если кто-то забудет, то шекель приготовлен. Они избаврали, что верить в Иешуа, или он объяснял, что верить в Иешуа, это делать несколько вещей. Потому что написано, что бесы тоже веруют. А что значит для нас верить? И верить, это вот пять вещей. Пять вещей. Первый пункт, он говорит о том, что Иешуа пришел сюда по плоти, умер за нас и воскрес из мертвых. Он был совершенной жертвой за все человечество. Это факт. Если вы будете спрашивать в разных местах, то, конечно, вам попытаются объяснить, ну да, может вот так, но может здесь не совсем точно. Кто-то вам скажет, что это всего лишь сказка. А кто-то скажет, что нет, Иешуа вообще в Индию ездил, там учился, приехал. И много другой ерунды. Побокаша, таскиру. Помните? Баба басар, мед басар, векам лет хия басар. Иешуа пришел ему плоти. Это умер за крест. Это факт. Второй пункт, что значит верить в Иешуа. Иешуа сказал, что кто любит меня, тот соблюдет заповеди. Вы думаете, что, может быть, 10 заповедей, которые Бог дал всему человечеству, они отличаются от заповедей Иешуа? Вы думаете, что они различаются? Потому что про Машеха, про Мессию, написано, что он был еще до сотворения мира. Вы боитесь, что Машешан Неймар, а Синай, сфатав Неймар. Не то, что было проговорено на горе Синай, было проговорено через его уста. А это все те же 10 заповедей? Вы думаете, что Брита Хадашама сбирала, но кьянах, но кибалю, бемлооруах ходит? И еще несколько добавлений, которые мы видим в Новом Завете, потому что мы наполнились Святым Духом. У нас есть возможность совершать чего-то большее. Исполнять заповеди Господа. Это второй пункт. И третий пункт, или третий палец. Это читать, а эти заповеди. Читать из Писания и понимать, что там написано. Не только сидеть в полифоне и смотреть новости. Или смотреть сериалы, но читать из Писания. Если вы не будете это делать, то ваша душа будет пустой. Нефиш для вас есть река или река? Река. Река. Река или река? Рек. Река? Река? Ну. Река. Ну. Река. Река. Нефиш. Это некива. Аз река. Нефишитехе есть река. Аз текрум. Медвар Адона. Добар носа. Ревиит. Эпо? Четвертый палец. Эпо яд. Дорога в диджав. Все забудут? Яд. Эпо яд. Нам надо подписать палец еще. Эпо яд. Ревиит или итпалел. Четвертое это молиться. Бабокером и в айрем. В бетсерареем. Утром, днем, вечером. Когда ты просыпаешься, когда ты садишься и принимаешь трапезу какую-то, помолись. Когда вы кашу готовите, вы мешаете. Это помогает быть более такой... Когда ты молишься, что-то внутри тебя будет происходить. Молись. Пробуди в своей душе вот эти вот клетки, которые жаждут Господа. Пятый пункт, пятый палец. Это может быть что-то странное для нас. Но это то, к чему нас призывает Господь. Это сосредотачиваться на Господе. Есть очень много мест в Писании. Их не так легко понять, когда ты просто их слышишь. Например, иди и возьми крест свой. Или что в тебе должен быть тот Дух, который в Ишуа Мессия. Как-то понять, что вот во мне должен быть Его Дух. Можно это логично как-то понять. Да, я Его ученик. Я рожден Святой. Дух Святой должен меня наполнять. Но это всего лишь логика. И есть разница между тем, что видеть счет. И то, что у тебя есть деньги в кармане, чтобы заплатить за него. А ты понимаешь? Понимаете разницу? Не знаю. Однажды, в старом здании, в котором мы собираем. Мы все время платили деньги за съем. И вот сидит хозяин помещения. И рядом с ним сидит его бухгалтер. И Цви берет и вложит чек в свой карман. И говорит бухгалтеру, так, запиши там в компьютере в своем, что получили. И вот бухгалтер смотрит и видит цифры. Но Цви пользуется этими цифрами. Этим чеком. Сейчас лучше понятно. Если я логично понимаю, что должно пык внутри меня. Но это во мне не живет. То этого недостаточно. И вот есть такое словосочетание. Лит бонен бодавар. Он говорит созерцать его. Присмагливаться, упрятываться. Присмагливаться. В первом псалме написано. Кто-то размышляет о слове Твоего. День и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Акшар мы виним. Сейчас мы понимаем. Нужно, может быть, что-то мистическое внутри. И у нас с этим есть проблема. Проблема в том, что нам не хватает времени. Мы всегда бежим. Но Писание говорит нам. Что мы должны становиться. И размышлять о тех местах, которые написаны. Если бопушать им. Хочу что-то попросить у вас. Каждый получил объявление. С другой стороны, на листе, на этом. Напишите несколько вещей, которые вы думаете, что нужно прислушиваться к этим вещам. Какие-то словосочетания из Писания. Предложения. Не сейчас, а потом, дома, когда вы будете. И на следующей неделе принесите это. Кто забудет, еще 50 человек. И мы потом приобретем еще одно здание. Это важно. Попробуйте записать дома. И поразмышлять над этими словами. Мы продолжаем. И сегодня мы уже изучали из недельной главы, которая называется Бо, приди. И Саша прочитал несколько интересных мест. И мы хотим прочитать еще один стих. И несколько уроков будет на эту тему. 10-я глава, откройте в своих Библиях. 10-я глава. Мы прочитаем с 9-го и 10-го стиха. Афилу Шмоне. Моисей и Аарон велели вернуться. Фараон сказал им, завершите служение своему Богу Господу. Кто из вас пойдет? Муж и ответил. Мы пойдем все, молодые и старые, сыновьями и дочерьми, собственными козами и коровами. Ведь это у нас праздник Господень. Но фараон засмеялся и говорит, вы что, сдурели что ли? Моисей говорит, мы все, все наши семьи, мы пойдем в пустыню. Не только мужчины. Не мужское собрание. Не женское собрание. Но все наши семьи целые. Фараон естественно не был дурачков. Он все понимал. Он понимал замысел евреев и говорил, да вы что, вы же убежите, оставьте своих детей, и тогда идите. Но здесь есть тайна. Потому что в глазах Божьих, каждый человек, он индивидуальный. Но есть большая цена на семью. И вот фараон, который в принципе символизирует врага, или сатану, он пытается украсть детей. Но на протяжении всего Писания, раз за разом, мы видим вот эту вот мысль. Я и дом мой, мы будем служить Господу. Я и твоя семья, мы будем служить Господу. И на самом деле очень часто практически мы это не видим. Мы видим вдруг иногда, что или муж перестает верить, или жена, или дети теряются. Вы понимаете, даже если что-то происходит перед вашими глазами. И вы видите, что фараон, он уже побеждает. Не забудьте, что есть такое благословение Якова. Вы понимаете, что у Якова у него было 12 сыновей. И не всегда все было гладко между ними. Но в конце его жизни. Он видел, что все его сыновья собрались вокруг него. И они все вместе собрались, и они были предназначены и помазаны на Божье служение. Даже тысячу лет спустя. Когда Иоанн, он видел свое видение, видел, как Иерусалим Небесный спускается на землю. Это было 12 столбов оснований, на которых были написаны имена сынов Израиля. И у нас это есть. Поэтому держитесь крепко за эту веру. Что вы и твой дом, вы будете служить Господу. Даже если вдруг что-то с вами происходит, не разочаровывайтесь. Даже если что-то ваши дети отступили немного. Продолжайте быть верой. Продолжайте молиться. Такими словами, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Это шиур решет. Итак, первый урок на сегодня. Шиур шини. Второй урок. Вы знаете, если мы хуманисты, если вы знаете, что мы хуманисты. Хуманисты. Когда мы смотрим что-то по телевизору, и ужасные вещи происходят. И тяжело просто даже это принять, когда вдруг голову кому-то отрезают. Потому что если в тебе находится Дух Иешуа, то как бы никак не крути, ты обязан отреагировать на это. Потому что написано, что Бог печется и даже плачет о самом простом человеке, плохом человеке, грешнике. И если в нас находится Дух Святой, то мы примерно так должны чувствовать себя. И вот я читаю вот эту историю. О десяти казнях. И чувствую себя не очень хорошо с этим. С одной стороны, спасибо Богу, что Он защищает нас. Но с другой стороны, ты смотришь, вот люди умирают там. И вот урок, который я из этого извлекаю. И есть такое словосочетание. Мера за меру. Мера за меру. Сделал что-то плохое, получил. Сделал что-то доброе, получил доброе. Может быть, это не завтра происходит, но это случится. И многие люди говорят, что вот это вот мера за меру, это было давно, оно уже остарело, это было там. Но сейчас, в новое время, во время Нового Завета, это уже все утрачено, не существует. Это неверно. Если вы откроете Евангелие от Матфея. Может быть, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. Седьмая глава. Во втором стихе там написано. Каким судом судите, судите, таким он судит и вас. И какой мерой мерите, такой он отмерит и вам. Ничего не изменилось. Мера за меру. Как ты будешь судить, так и тебя. Как ты измеряешь, так и сам будешь измерить. Но мы почему-то всегда ожидаем, что Господь все сотрет и все простит. Кто этого ожидает? Поднимите руку. Кто уверен в этом? Только одна людина? А, вот как Манашин. Многие. Если вы знаете, что Ишуа заплатил за вас цену. Несмотря на это, мера за меру. Да, Господь забирает какую-то вину, если ты признаешь ее. Но если ты продолжаешь грешить и не думаешь об этом. То в послании к евреям. Там написано, что всякий, кто попирает кровь Ишуа, кто грешит намеренно и не думает. То написано, что он пренебрегает той жертвой, которая заплачена за него. И ярость, и жестокий суд ожидаем. Поэтому мера за меру. Продолжает работать с его. И то, что там происходило в Египте. Египтяне, они не чижали, издевались над нашим народом. И, к большому сожалению, должен сказать, Господь возвращает им это. И вы знаете, что когда пьют вино на Песах. Есть традиции, как принято, что обмакивают палец вовнутрь и капельки капают, как 10 кальций. Это символизирует те 10 кальций. Но, с другой стороны, вино в стакане уменьшается. А вино означает радость. Потому что мы меньше радуемся, из-за того, что там, в Египте, страдали люди. Окей, еще один урок. Они хотят, кроме Йохана, Хотим прочитать из Йоанна. И они хотят, в 12, пасух 3. Это бессура от Йохана. Это непоража от того. Евангелие от Йоанна, 12 глава. Они корреку Барусит. Перех 14, пасух 3. С 3 стиха. 12 глава от Йоанна. И вот Мирьям, взяв, это одна из сестер, помните, Аюшамшне, Ахайот, Мирьям и Марта. Ахайот и Лазарус. Их был брат Лазар. И еще ему то летхия. Позже мы видим, как Йоанна воскресил его из мертвых. И вот Мирьям, взяв фунт, комут, очень дорогого благовонного масла и чистого нарда, умастила им ноги Йоанна, вытерла их своими волосами и весь дом наполнился ароматами. Сипур, Морэше, Мирьям, Пашут, Шавха, Машу, Якар, Лереглаем, Шель, Ишуа. Мы видим в этой истории, что Мирьям, она просто изливает эту вот дорогую смесь ради Йоанна. А яшам Иуда, Ишкрает. И вот там Иуда как раз был, и он стал делать замечание. И вот он говорит, зачем ты такое дорогое излила на него? Можно было это продать и накормить всех голодающих. И Ишуа говорит, знаешь, всегда есть голодные, бедные. Но она излила свое сердце передо мной. И вот эту вот вещь, то, что она сделала, нельзя понять без пятого пальца созерцания Господа, размышления о слове. То есть Мирьям, она была готова отдать все, что у нее есть ради него. И есть такие места в Писании. В Псалмах и в Песне Песней. Когда мы просто их читаем, нам кажется, что речь идет о любви между мужчиной и женщиной. Но там внутри что-то есть более этого. Это дзуза, это динамика, это движение, динамичность. То, что Дух наполняет изнутри. И вот Мирьям, она так чувствует Господа. Ишуа находится перед распятием. И с одной стороны, он готов идти, потому что отец его послал. Но с другой стороны, как человек, он боится. И она отдает от себя самое дорогое, самое лучшее, что есть. Если мы не смотрим на Господа, если мы не пытаемся к Нему приблизиться, то мы легалисты, номинальные верующие. Что это значит? Господь благослови эту еду. Амин. Здравствуй, брат. Здравствуй, сестра. Как? 50 шекелей пожертвования. Десятину. Это превращается все в рутину. Но мы не чувствуем внутри ничего. Мы становимся людьми с толстой кожей. Потому что нет чувств. И нет другой таблетки для этого. Чтобы наша чувствительность могла обновиться. Без того, чтобы мы могли просто остановиться. И размышлять над Словом Божьим. Вот как над этим, например, стихом. Что значит, я адам от себя. Что-то дорогое для Господа. Как я с ним свяжусь. Если вы посмотрите на историю. Если вы посмотрите на историю. Какие великие события произошли, которые повлияли на весь мир. Это было как раз после того, когда человек пытался созерцать Господа и приблизиться. Не из-за того, что он сидел в школе и учил Писание наизусть. Не из-за этого. Я хочу просто обратиться к вам и сказать, дорогая община. Что-то, что мы делаем на следующий раз. Господь приглашает нас к новому шагу. Деречь Иешуа, это сосредоточиться на Господе и переживать, как дух движется внутри нас. И может быть тогда. И тогда мы сможем сами сказать, на те вещи, которые мы делаем, не нужно это. Я надеюсь, что вы поняли о чем мы говорим. В Сурат Иоханн 12, 12 глава от Иоанна, 36-46, 36-6 стиха. Следующий урок. И название этому уроку это «Слепой народ». Вы посмотрите в своих писаниях. 12 глава от Иоанна, Евангелия от Иоанна. С 36 по 46 стиха. Мы будем читать, иногда будем перепрыгивать. «Да коли свет с вами веруйте в свет, да будьте сынами света». Сказал это, еще отошел и скрылся от них. Сколько чудес он делал перед ними, они не веровали в него. Да сбудете слово Исаии, пророка. Господи, кто поверит слышенному от нас, кому открылась мышца Господня. «Потому не могли я не веровать, так как сказал Исаия, народ сия слепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видит глазами, не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я испилил их». Сия сказал Исаии, когда видел славу его и говорил о нем, то есть о Машехе грядущем. Впрочем, некоторые из начальников уверовали, но ради фарисеев не говорили об этом, потому что боялись. Исшуа же сказал «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и ведущий меня видит пославшего меня». «Ан и Вер». «Слепой народ». «Акшаватэм цирхимлавин Машу». Сейчас вы должны что-то понять. «Ина Исшуа бали бейт кнесет». Вот Исшуа заходит в синагогу. «Машу ду мэлехо». Ставьте что-то подобное, как здесь. «Оле лебама». «И вот он выходит на сцену». «И он выглядит так же, как все остальные сидящие в саду». «Но когда он начинает говорить». «И вы можете посмотреть сегодня по интернету, по телевизору, есть очень много проповедников. «И есть мотивы, что есть у них кагаль, что 6-10 или ищ, ищут в стадионе». «И вот есть такие проповедники, которые собирают на стадионах по 6-10 тысяч человек». «И они говорят, вот я сейчас, как Исшуа». «Это все ерунда полная». «Полная ерунда это». «Когда Исшуа восходил на кафедру». «То люди сидящие, они чувствовали его присутствие». «Они чувствовали, как сила сверху просто спускается». «Они видели, что кто-то святой сейчас стоит на этом месте». «Просто быть что-то через людей Господь сегодня творит». «Но было два вида людей». «Они знают, что они роем и умерем». «Вау, Бабасара не макирует, а у Беншел Юсеф». «Были такие, которые смотрели на него и говорили, «Я его знаю, он же сын Иосифа». «Макарайте, они коля губчины роетят, нашу курепу». «Я весь трясусь, что-то не то». «Он просто находился в сомнении, не понимая, кто это, святой ли он». «Голова его». «Но его сердце, и тело чувствовали это, и говорили, «Это он святой». «Они говорили, я пойду за тобой». «Но были другой вид людей». «Они чувствовали, переживали то же самое». «Но силой их решения». «Восефек». «И сомнения, которые были, были настолько сильны». «Они говорили, нет». «Он делает это все силой визвуила». «Визвуила». 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 «Потому что они там находились, и они настолько сильно видели вот эту вот разницу между белым и черным». «Это было настолько явно, но они избирают черное». «Это как будто ты едешь на машине». «И написано, знак висит не больше 90 километров». «И вон буквально несколько метров после этого стоит полицейская машина». «Им... им... 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 с лазарем». «И смиряет твою скорость движения». «А ты специально оба на газ нажал 120». «Показать мне, сколько крутой у тебя автомобиль». «Эн секунь, что там ших линсоа». «Нет... шанса». «Да, нет никакого шанса, что ты продолжишь ехать». «Они тебя остановят, и ты заплатишь штраф». «А может, еще и из права заберут». «Потому что ты видел этот знак». «И видел полицейскую машину». «Вез того, что ты был такой наглый». «Вот, штраф тебе, наказание». «Я хочу сказать... им шам рау кольках барур, шахор в лаван». «Для них это было настолько явно». «Шахор в лаван». «Черное и белое». «И они избрали черное». «И пошли в наказание». «Сегодня все полностью отличается». «Я скажу вам почему.» «Я могу сказать, что есть очень много людей, которые могут сказать, что я говорю о них в имени Господа». «Я говорю к вам от имени Господа». «Посмотрите, здесь целый стадион людей». «Но от Господа, там есть всего лишь капелька». «И то может быть». «И сегодня у нас есть больше возможностей, когда сомнения входят в нас». «Вы меня понимаете?» «А, за нашим ортодоксим доходит Ешуа». «То есть в то время некоторые ортодоксальные евреи, они оттолкнули от себя Ешуа». «Потому что они избрали черное». «Я хочу, чтобы вы поняли». «В нынешнее время, когда ортодоксальные евреи, они отталкивают от себя Ешуа». «Не из-за того, что они сидят и видят на сцене святого человека и избирают что-то плохое. «Не из-за этого». «Не из-за того, что на протяжении многих столетий люди от имени Ешуа гнали и преследовали. «И сейчас есть у них пахнет мухла над Ешуа, над талмида и над Брита Хадаша». «И именно из-за этого сегодня они боятся любого человека, который верит в Ешуа, который является его учеником и читает Новый Завет». «И есть у них уже в генах страх». «И именно из-за этого мы больше должны сосредотачиваться на его слоте». «И на нем. Потому что то призвание, которое он нам дает сегодня, намного тяжелее, чем то призвание, которое было у апостолов в 2000 лет. «И тогда они начинали с чистого листа, не было никакой отрицательной истории». «Там были переживания, чудеса и вспомнения». «А когда сегодня мы открываем наши усты и говорим, «Я верю в Ешуа, и ты должен». «Я верю в Ешуа, и они говорят, «Что я должен?» «Лалехет ле... механерикуз?» «Что я должен? Пойти в лагеря смертной?» «Оли гетто?» «Или в гетто я должен быть». «Атэм мабиним?» «Понимаете?» «Сегодня еще в большей степени мы нуждаемся помазания от Господа». «Чтобы принести к нашему народу сверху». «Чтобы они не были более слепыми». «Понимаете?» «Именно поэтому мы живем здесь, в этой стране». «Именно поэтому Господь привел нас сюда, в это место, и дал нам веру». «Но мы, к сожалению, намного сильнее любим что-то другое». «Просто сидеть и наслаждаться». «Прийти на собрание или дома, сами с собой». «Или сидеть и спорить друг с другом». «Дима, ты не правильное писание, понимаете?» «Нет, Леон, ты неправильное писание, понимаете?» «Нет, ты неправильный». «Нет, ты неправильный». «Оставь, это все ерунда». «Открой свое сердце». «И просто посмотри, потому что вокруг есть люди». «И попытайся направить их». «Это дополнительный урок». «Отчью». «Еще уроку». «Они רוצали кроме, в сурат Йоханнан, метрех 15». «С 15 главы Евангелия от Йоанна. «Как здорово слышать, когда листы шибурша». «Больше мы не будем высвечивать сюда ничего». «Приносите писание с собой». «Приносите из домов ваших танахни, мечтаний и книжечки, чтобы записывать». «Еще умер». «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую ветвь у меня, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы боль принесла плода». «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». «Омир оттем штилим». «И шо, говорит, что вы ветвь?» «Ве они это этс». «Он говорит, да я глаза». «Он говорит, вы находитесь на мне». «И вы те, которые должны давать плоды». «А теми дим, они мамаш, бекошен, вы им выгненут». «Я, к сожалению, с трудом разбираюсь в садоводстве». «Может и не к сожалению». «Есть они всем, что мы виним, есть они всем, что мы». «Есть люди, которые понимают, есть, которые нет». «Но все понимают». «Вот дерево, и неважно, какое это дерево». «Если это дерево, оно приносит плод». «Слава, твоя жена в этом понимает, я уверен». «Есть она знает, как заботиться, что подрезать. Что укрепить, что отрезать. И вот если ты знаешь, как правильно поступать. То тогда дерево дает хорошие плоды. А если ты не очень в этом понимаешь. То проблема. И я уверен полностью, что имя под дерево, Иешуа Мессии, оно хорошее дерево. «Ве Абба, Элогим, уганан Тов Меон». «И, Отец, Небесный Отец, он хороший садовод». «Абаль, лама Тама Кимли?» «Иногда мы говорим, зачем ты мне больно делаешь?» «Лама, они якшав Равен, бенадам азе». «Почему я сейчас спорю с этим человеком?» «Ки уроце народ, ше еш беха Машу». «Потому что он хочет показать тебе, что в тебе что-то есть». «Ше царых ладзор». «Что нужно отрезать». «Может быть, ты лентяй, как Саша говорил сегодня». «Может быть, ты эгоист». «Может быть, ты эгоист». «Может быть, ты просто неправильно поступаешь». «Ве в твоей жизни иногда происходят вещи не очень приятные». «Но мы говорим сразу, эй, что это?» «Дима, почему ты мне не знаешь, что я не делаю?» «Дима, почему ты мне сказал сделать такое замечание, что я не делаю один, два, три, четыре». «О, Ирина, почему ты мне сказала так или так?» «Погадь беомек леди». «Ты меня так сильно задела и мне больно теперь». «Что, я не смотрю на других людей». «Десятки раз в Писании написано». «Если кто-то тебя критикует, не нужно сразу отталкивать это». «Сначала подумай». «Может, он прав, этот человек, который тебя критикует». «Может быть, потому что ты делаешь что-то не так». «Или обстоятельства между жизнью, они тебя ведут этим путем». «Я хочу сказать вам». «Господь, он желает нас на право, и чем больше мы будем на нем сосредотачиваться, тем самым нам будет легче пройти вот это исправление, которое мы проводим. И тогда из-за этого мы будем больше прислушиваться к критике и не принимать их». «Меньше, меньше». «Если меньше, чем больше». «Погадь беомек леди». «А, окей. И тогда мы будем просто страдать». «И нам не нужно это». «Еще одно слово». «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что они не познали ни отца, ни меня. Но я вам сказал сию, чтобы когда придет время, это вы вспомнили». «Не говорил ли же вам сию от самого начала?» «Иногда мы очень разочарованы, что тема из-за того, что еврейство, в общем, оно не принимает...» «Тенуа, не кабелет?» «Да, мы разочарованы». «Потому что мы плотят их плоти, а они плотят наши. Но Ишуа говорил об этом. «И не нужно сильно злиться на это и разочаровываться. И они увидят Мессию». «У нас есть адвокат, и он религиозный». «Или он с ним очень хорошие друзья, Сталин». «Или он говорит ему, «Тишмах, Хабиби, мы сгибаем на все, что он говорит, что он говорит, ты знаешь, мы в принципе с тобой во всем соглашаемся, кроме имя Мессии». «Но он говорит, однажды придет и такое время, просто нужно потерпеть». «Потерпеть». «И знать, кто мы». «Знать и понимать, что они и мы — это одна плоть». «Просто Господь дал нам дополнительную милость». «Он открыл нам Мессию, открыл наши глаза». «Теперь мы не слепы». «Просто нужно прилагать усилие, чтобы созерцать Его, встречаться с Ним». «Еще один стих». 16 глава 7 по 13 стих. «Он открылся ли кто?» 16 глава Евангелия от Иоанна. 7 по 13 стих. «Истину говорю вам, лучше, чтобы я пошел. Если я не пойду, то не придет. А если я пойду, то пошу его к вам. Он придет обличить мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я к отцу моему иду, и уже не увидит меня. Я о суде, что князь мира уже осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он Дух Истины, наставит вас на всякую истину». Здесь говорится о Святом Духе. И вот если использовать ту технологию, которую мы имеем сегодня, то Ишуа мог предстать перед тысячами людей. Но не перед миллионами. Но Святой Дух, который не ограничен плотью, Он прикасается к каждому человеку. И вот здесь иногда верующие делают большую ошибку. Мы начинаем спорить и говорить, Дима, ты неправильно понимаешь Духа Святого. Нет, ты неправильно понимаешь. Нет, ты не так понимаешь. Вот ты говоришь на языках, а это неверно. Нет, ты не говоришь. Вот это неверно. Но здесь написано. Когда Дух Святой приходит, Он наполнит нас и будет говорить через наши усты. Он будет говорить вне тела. Он будет говорить вне тела. И Он обличит людей о грехе. Он объясняет им, что это правда. Он расскажет, что является истиной. И Он говорит о том, что нужно сделать. Он будет говорить людям о суде, который должен в скорости прийти. Он будет говорить вне тела. Нет. Не вот этот спор, говоришь ты на языках или не говоришь. Но Он будет говорить ко всему миру, окружающему нас. И объясняет и говорить. Человек, посмотри, ты грешишь. И будет это делать с мудростью. И за это вы получите наказание. И есть путь истины, по которому уйти. Мы, может быть, до сих пор не понимаем все это. И не получается созерцать Господа и проводить с Ним время. Нужно стремиться к Ним. И тогда у нас будет эффективная работа. Мы хотим помолиться. Давайте встанем и закончим молитву собрания. Отец Наш Небесный. Я знаю, что это слово, оно от тебя. Так я верю. Каждый может думать по-другому. Но ты поставил Леона пастором, руководителем общины. И он говорит твое слово. Отец, я молю тебя. Чтобы ты дал нам желание искать твоего лица. Помоги нам в этом. Благослови нас, наши лица. Дай нам силу, здоровье, благословение. И забирайтесь на вас, Господи, в вашемился Рим. Во это имя, Господи и здоров jumping. И приöd meillä од仇 на тебя. И дано, Господи, и забирайтесь на себя. Во коллапе сander на тебя. Л再见! В地区евичIf 위해 имеем hopeful, аминь.